Так, брат, скажи, будь добр, на Кавказе много таких адатов, которые противоречат исламу, и где на Кавказе более всего придерживаются именно адатов, а ислам на втором месте. Так, Тумсо, точно уже не помню, но мне кажется, что ты за территориальную целостность Грузии не признаешь права Южной Осетии на независимость для меня, как осетина твоя позиция, пример двойных стандартов. Ты прав, я, конечно же, в этом противостоянии Грузии с Россией, я, конечно же, стою на стороне Грузии. Добро пожаловать, дорогие друзья, наш с вами очередной эфир. Начать его, наверное, будет правильно с новостью о внесении меня в реестр, российский реестр иностранных агентов. Об этом по стечению обстоятельств, по случайному совпадению, это произошло 8 ноября, то есть два дня назад, мы позавчера. А 8 ноября, это день, это годовщина, когда я покинул республику. Ровно 9 лет назад, 8 ноября 2015 года, я бежал из России и пересек российско-грузинскую границу. С тех пор, с 8 ноября 2015 года, я больше не был на территории России, тем более Чеченской республики. И поэтому так получилось, что внесение в реестр иноагентов тоже совпало на эту дату, на 8 ноября. Ну, это, конечно же, случайность. И я, честно говоря, не знаю, как на это вообще реагировать, что по этому поводу говорить. По идее, по российским законам, внесение в реестр иностранных агентов обязывает меня сделать какую-то плашку на своих телеграм-канале, на любых социальных сетях, в том числе, видимо, и в Ютубе перед началом любого видео или эфира. Я должен эту плашку вначале ставить, типа материал создан, распространен лицом, выполняющим роль иностранного агента и так далее. Разумеется, я этого делать не буду. Поэтому, в общем, на меня это, в принципе, никак по существу, конечно, не повлияет. Тем более, внесение в список иностранных, в этот реестр иностранных агентов, это гораздо меньшая проблема, чем те, которые у меня уже были. А я до этого заблаговременно был внесен в реестр Росфинмониторинга как террорист и экстремист. На меня было уже возбуждено уголовное дело по террористической статье, а до этого было уголовное дело по статье незаконных вооруженных формирований. Поэтому иноагентство, оно ничего нового в плане каких-то проблем, которые могут возникнуть с внесением всевозможной базы мировые, какие-то черные списки. Ничего мне не добавило, потому что я это все уже прошел, как только меня внесли в эту базу Росфинмониторинга. Это гораздо опаснее вещь, чем иноагентство. Поэтому многие журналисты на меня выходили, спрашивали какие-то комментарии, просили, что я типа буду делать. Я не знаю, что я буду делать. Я ничего по этому поводу делать не буду. Буду ли я это оспаривать в Российском Суде? Ну, конечно, не буду. Еще не хватало строки в Российском Суде что-то оспаривать. В общем, в моей жизни, по сути, ничего не меняется. Просто еще один дополнительный какой-то реестр, который меня внесли. Также это на меня повлияло бы, если бы я работал с какими-то российскими рекламодателями, допустим. Если бы я делал рекламу, то я бы, ну, российские рекламодатели перестали бы со мной сотрудничать. Так как сотрудничество с иностранными агентами это проблема для них. Но, как вы знаете, я не работаю ни с какими российскими. Да, я вообще ни с какими рекламодателями не работаю. Поэтому для меня это тоже не является какой-то проблемой. Российские счета в каких-то российских банках или даже зарубежных банках. Ну, эта проблема со счетами, она, как я сказал, возникла еще при внесении в Росфин Мониторинг. У меня, конечно, не было никаких российских счетов на тот момент. Но с попаданием в этот реестр у тебя, в принципе, возникают проблемы по всему миру с банковской системой. Но, в общем, этот этап тоже, в принципе, преодолен. Так как это сколько? Вода 2-3 назад была определенная работа по этому поводу была проведена. В общем, ничего нового в связи с внесением в этот список в моей жизни не происходит. Поэтому, может быть, это какой-то скучный достаточно комментарий, но я не могу ничего более по этому поводу сказать. Так, брат, скажи, будь добр, на Кавказе много таких адатов, которые противоречат исламу, и где на Кавказе более всего придерживаются именно адатов, а ислам на втором месте. Так, я не буду делать такой анализ, откуда я знаю, где на Кавказе. Я могу говорить только за чеченцев. И по Аллаху многие противоречащие исламу адаты, они со стечением времени, с появлением знания о религии, многие вещи либо исправлялись, то есть мы сами от чего-то отказывались, либо Аллах делал так, что даже руками наших врагов избавлял нас от каких-то противоречащих обычаев. Как, например, вот этот мерзкий очень обычай кража невест. Обратите внимание, Всевышний Аллах избавил нас от этого мерзкого обычая руками своих врагов, врагов Аллаха, врагов мусульман, врагов всего человечества, врагов чьянского народа. Кадыров запретил кражу невест. И сегодня это абсолютно не практикуется на территории республики, мы давно уже не слышали ничего подобного. Но и это, видите, некоторые вещи даже руками каких-то собак исправляются. Конечно, остаются, какие-то проявления остаются, и они всегда будут. Никогда мы не добьемся того, чтобы наше общество стало идеальным, правильным. У нас всегда будут какие-то негативные моменты, всегда нужны будут люди, призывающие к тому, чтобы оставляли порицаемое, чтобы люди, которые призывали бы к одобряемому. То есть такая работа по исправлению самих себя, по исправлению общества, она всегда будет востребована. Так что, я думаю, я ответил на этот вопрос. Конкретно сейчас приводить примеры, приводить к этой статистике, вот столько было, вот столько-то исправлено, я, конечно, такой статистикой не обладаю, и тем более я не обладаю этой статистикой по другим республикам Северного Кавказа. Так, Томсо, точно уже не помню, но мне кажется, что ты за территориальную целостность Грузии не признаешь права Южной Осетии на независимость для меня, как осетина твоя позиция, пример двойных стандартов. Ты прав, я, конечно же, в этом противостоянии Грузии с Россией, я, конечно же, стою на стороне Грузии. Но неправильно ты мою позицию передаешь, если ты считаешь, что я в противостоянии, допустим, осетин с грузинами, или же абхазов, конкретно абхазов с грузинами, иначе стал бы там занимать чью-то сторону. Нет, мы бы заняли бы примирительную позицию в таком вопросе, не становились бы на чью-то сторону. А когда это какая-то внутрикавказская тема, понимаете, когда, допустим, один кавказский народ с другим кавказским народом вступает в конфликт, то остальные кавказцы занимают примирительную позицию и должны примерять. Но в вопросах грузина-российско-грузинского конфликта, конечно, я стою на стороне грузин, на стороне кавказцев. И вопрос Южной Осетии, это ведь не вопрос осетин, вопрос Южной Осетии, это вопрос россиян. Это Россия делает так, чтобы в этом регионе была напряженность. Вопрос Абхазии, это ведь не вопрос Абхазов с грузинами, это вопрос россиян. И там, и там находятся российские войска. И та территория оккупирована не осетинами и не Абхазами. Эта территория оккупирована Россией. Поэтому я, конечно же, в этом вопросе и занимаю сторону Грузин. Не российскую же сторону нам не занимать. Субтитры создавал DimaTorzok